Для Николая Глебовича 7 ноября не просто праздник. Три года назад в канун 90-летия, со дня Октябрьской революции, состоялось открытие его частного музея, эпоха Ленина. Я думаю, приезжаю, я душу не ищу. Я живу этим. И вот уже три года он является хозяином уникальной экспозиции. Более 700 бюстов Ленина. И у каждого своя история и судьба. А это эксклюзивный экспонат. Бюст Ленина 1924 года. Более 10 лет жизни он отдал на создание своей коллекции. Здесь есть двухметровый Владимир Ульянов из Тулы и бюст вождя из Центрального комитета ВЛКСМ Москвы. В экспозиции эпоха Ленина и Личом не ограничились. Тут еще и Энгель с массой 200 килограмм, Сталин, Горький, Маяковский, Есенин, статуя Надежды Крупской. К этому отбавьте фигурки космонавтов, партийные билеты, сохранившийся отравной календарь 1917 года, медали, значки, а еще ключ-полоска 1967 года. Сам же Николай Глебович называет свою экспозицию музеем выброшенных вещей. Кажется, кто-то маркер, значки, а это интересно. Мир детства моего, целый зал посвящен пионерской атрибутике. Здесь же расположились и бюсты Пушкина, а коллекционировать их начала еще мама Николая Глебовича. Сейчас же хозяин музея входит в десятку пушкинистов СНГ. Продолжается экспозиция на втором этаже. Бюсты из гипса, бронзы, меди. Словом, глаза разбегаются от увиденного. Музей работает в выходные и праздничные дни, и приходят сюда люди разных возрастов. Артефакты советской эпохи уже увидело более 700 посетителей. В воскресенье состоялось открытие 16-го международного фестиваля органной музыки «Звоны Софии». В этот день в зале в буквальном смысле не было свободного места. Послушать завораживающие звуки приехали гости из России, Украины, Татарстана, а также городов Белоруссии. За годы своего существования фестиваль стал важным и красивым культурным событием нашего города. Первым с концертной программой в Софийском соборе выступил друг фестиваля, известный органист из Германии Йоахим Айхорн. Я очень счастлив, что приехал сюда, и большое удовольствие мне доставляет тот факт, что огромное количество людей приходит слушать именно немецкую органную музыку. Я приезжаю в Полоцк в 19-й раз, и программа в этом году такая же обширная, как и раньше. Для меня большая честь выступать в стенах Софийского собора. В этом году исполняется 350 лет со дня рождения Георга Беома, поэтому не случайно именно музыкой этого композитора открылся фестиваль. В концертной программе прозвучала музыка немецких композиторов и классиков 17-18 веков. И как я домой, дома. Нынешний фестиваль станет поистине масштабным. Здесь выступят известные музыканты из шести европейских стран. А продолжатся фестивальные дни 12 ноября. Дебютом молодых московских исполнителей. В концертном зале Софийского собора прозвучит музыка эпохи барокко в исполнении органиста Алексея Шевченко и виолончелиста Александра Лестратова. В программе произведения Вивальди, Марчелло, Альбинони, Баха. Стоимость билета 20 тысяч рублей. Увидеть мир через объектив фотокамер. Под таким девизом прошла творческая выставка «Фоторабот студентов и преподавателей ПГУ» в центре ремесел Новополоцка. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая из работ по-своему уникальна. Глядя на фотографии, представленные на выставке, можно почувствовать себя частью живой природы. Умение фотографа увидеть и воплотить в плоскости кадрового пространства волшебное мгновение вызывает восторгу посетителя. Тем более, что выставка – это совместное творчество студентов и преподавателей. У преподавателя, если он видит, что студент кроме учебы что-то делает интересное, совсем иначе. И у студента, если он видит, что преподаватель может видеть цвет, тоже. Мне кажется, это очень хорошо, что такая вот выставка совместная у нас со студентами. Строители, они видят мир каждый по-своему. И вот здесь представлено очень много фотографий, так как ребята видят этот мир. Посетив выставку фоторабот, каждый желающий мог поделиться впечатлениями в специальной книге. И надо думать, все отзывы были восторжены. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok